добрый день мои дорогие мастерицы приветствую вас на курсе курс большой объемный ирландские мотивы новинки меня зовут инна конрадий я живу в городе омске моего творчества началось с крючком еще в школьные годы у всех это замечательная творческая пора присутствует мы все из нашего детства кто брал крючок в руки глядя на бабушку на маму и были кружки в школе вязание спицами крючком так далее и как говорится что в сердце отозвалось то и на сегодняшний день образовалась в мою профессиональную деятельность я 15 лет работала в учебных учреждениях образовательных с детьми затем более 10 лет работала в коммерческих структурах уже с взрослым контингентом людей менеджером по продажам по образовательной сфере у меня учителя географии и поэтому я есть опыт навык общения и преподнести информацию доходчиво так как мы изменяемся растем и формируемся у всех восприятия информации разные визуально слуховое тактильная и так далее то есть понимая все эти все эти разнообразие я знаю как донести до до разного уровня индивидуальности человека как донести информацию когда нести тонкость чтобы воспринималась она чтобы было закрепить чтобы было закрепление потому что скорость и темпу всех разный кому-то надо думать посмотреть поразмыслить попробовать отложить потом еще раз отложить кто-то сразу включается в процесс кто-то просто слушать наблюдает потом вырастает свое индивидуальное направление или творчество поэтому хочу чтобы вы сразу настроились на ту волну которая вам откликается глядя на уроки на обучение на преподнесение информации обучающей вы понимали что вам откликается а где есть вопросы и самое главное самое любимое моя часть это ваши вопросы потому что на ваши вопросы у меня появляется сразу желание чтобы вы поняли материал поняли как связать ту или иную дорожку строчку из мотив петельку как уложить ряды ровно ну на самом деле все достаточно просто потому что мы большей степени все визуалы мы большей степени все смотрим наблюдаем все что у нас откладывается на подкорке потом транслируется в наших мира в нашей работе наших руках это все что касается моей позиции по отношению к вам с вашей стороны я хочу увидеть обратную связь в виде вопросов ответов если вы просто наблюдаете тогда сообщите мне что я наблюдаю и у меня есть какие-то вернее у вас есть какие-то определенные дела чтобы я не мог не догадывалась постоянно вас не спрашиваю ну что там как там вы шипы здоровы мы все люди у нас все происходит разные ситуации поэтому мы отзывчиво относимся к каждому с поддержкой и если есть какие-то заминки обязательно вы них о них сообщаете то чтобы в моей группе я несу за вас ответственность ответственностью творческом плане все что вы получите все знания которые вы получите я хотела бы чтобы вы их реализовали это вот моя самая большая мечта что у вас выросла раскрылась это внутреннее вдохновение это внутренняя ваша роза которая иногда спит вот поэтому мы потихонечку потихонечку будем каждый лепесток с вами открывать мы все сделаем постепенно очень будет много вдохновляющего материала очень будет много обучающего материала познавательного данных исторических фактов по тому или иному блоку и однозначно будет обратная связь выдача материала будет постепенно мы начнем с самых-самых простых мотивов самых простых элементов дальнейший наш курс будет проходить поэтапно в неделю будет примерно два урока если делать через один день уроки но в по новым мотивам вы не будете успевать мы все работаем у нас у всех семьи у нас всех есть своя жизнь поэтому то что вы здесь вы себе сделали подарок своему свободному времени и получаете отдушину когда вы берете крючок и что-то новенькое для себя начинаете изучать нарабатывать поэтому я учитывая все эти нюансы буду смотреть по темпу вашего вязания с нами как опытные так и новички мастерицы поэтому буду находить золотую середину сейчас я переключусь на наши мотивы покажу что мы будем делать хочу вам что сказать определенных рамок и стандартов для держания крючка и постановки рук нет все индивидуально главное итог главный результат вы хоть левой рукой вяжите хоть правой рукой вяжите хоть ногой кстати очень даже в интернете если видели есть образцы когда люди желающие вязать они вяжутся хоть как не нету нету границ нет пределов и на тот момент мы все были вдохновлены и девятнадцатом восемнадцатом 2000 там каком-то все вот эти вот 2000 года это было в его пик ирландского кружева возрождение поэтому все на все это смотрелось вот с вот такими глазами потому что мы увидели все увидели вот вот красоту до кружевную и у нас у многих мастериц вот я уверена что многие говорят о своей себе о своей истории при как когда они пришли в ирландское кружево все вот говорят именно об этом увидели вдохновились захотели но кто-то идет методом дыка и годы теряет и приходит к к совершенству постепенно кто-то обучает поэтому у всех пути разные поэтому мы здесь сейчас собрали весь свой опыт и показываем выдаем вам чтобы вы не тратили это время долго надолго поэтому сейчас уже перенасыщение идет всеми теми мотивами мотивами уже насмотрелись на глядели сей что-то новенькое хочется а у меня фонтанирует я смотрю на венецианское кружево и я не могу остановиться я беру крючок беру ниточку кстати ниточка меня тоже вдохновляет цвет нитки блеск нитки и мы и у меня вот не сразу нет схемы нет ничего просто петелька за петелькой и друг за дружкой начинают формироваться мотив и когда я беру ниточку и крючок еще не знаю что у меня получится поэтому это у меня такой примерный примерно начала примерный образец и потом когда его уже связала я на него смотрю спрашиваю ну как нравится не нравится то есть он изначально для меня обыденный как будто таки есть как будто таки надо но потом через некоторое время пройдя там недели две-три может быть даже год я просто смотрю ухты красиво только потом для меня он какой-то такой красивый эстетичный в нем есть вот полеты смена по золотому течение увеличения там где цветов и так далее именно композиционное видение обязательно сейчас покажу вам как переходил постепенный этап моей руки от крупной нитки и вязание ирландского кружева к более тонкой потому что это все не сразу но и есть сейчас возможность стартануть именно вот цвета поэтому не бойтесь я с вами я вам помогу подскажу поддерживать вот за плечами у меня мой манекен мой помощник почему я сейчас о нем говорю потому что потом я буду вы будете видеть не моё лицо а только руки или манекен том что я бы даже складочку делать на манекене он мой помощник визуально идет очень хорошо сравнение ну например если говорить о визуальном сравнении я в масштабе должна все увидеть да как мой мотив будет смотреться какой он да и какая нитка берется например если мы берем начнем побольше до ниточку например канарис вот для меня на побольше для вас на самом этом тонком будет у нее примерно 950 метров на 100 грамм размер ниточки и теперь смотрите вот из нее мотив вот конечно я фантазийный совершенно фантазийный он навеян венецианским кружевом и я например вот располагаю его на уровне груди где у меня будет воротячок или кокетка или какая-либо деталь также могу сюда расположить кстати вот это было связано просто для кофточки не не до конца воротничок я всегда в классике джачок и блузка и мне например спины мне не нужно чтобы воротничок трепыхался там поэтому я его вот так сделала сюда ленту это обычная лента переключилась ничего страшного я бывает мысли вот творческие идут и я переключаюсь но и потом возвращаюсь к линии которые вела разговора но для того чтобы все равно вы должны понимать то что у вас будет вопрос откуда что когда это я вот связала ленточным кружевом даже в бисеринки добавила вот ну и к вопросу том как масштаб вот я прикладываю и смотрю хороший до достаточно то есть он не мелкий не крупный но в то же время он такой винтажный и нужно его будет навязать несколько мотивов или взяв из этого мотива 33 формы например вот это так является центральной до серединку лепестки и постепенно в увеличении или на уменьшение вязать эти мотивы то можно сложить композицию все мне это нравится например масштаб нитку я эту беру я ее фиксирую то есть тем самым я делаю себе такую отметину галочку крыжу все мне это нравится я это беру за основу на для какого-то изделия дальше дальше это например маленькая ниточка есть ниточки покрупнее покрупнее но возьмем там например белое кружево пехорка белок она покрупнее канариса но она немножко мягче скрутка у нее и из пехорки уже будет покрупнее мотив например 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 вот так вот здесь карта циаде цвета мы тоже будем об этом будет у нас такой блока в ирландском кружеве венецианская все будет монохроме все а вот в ирландском кружи так как вы увидели что его уже применяют в разных цветах как арт кружева то мы будем использовать вот такую градацию куда это может пойти мотив куда ну и я например бы его а так как мы вот так вот крупный масштаб если брать жилет или шакет то можно например снизу такую композицию начинать и вверх например веточкой на вот у меня тут есть такой мотив вверх так вот веточка продвигает руками закрывая ну примерно да то есть направление влево вправо это вы можете уже дальше фантазировать на плоскости но именно ниточка задает масштаб ниточка задает этот дать всю нашу композицию всю нашу сборку переход из одной нитки на другую в одной композиции это только вот если мы дополняем рельефность добавляем бордон но основа должна быть у нас отталкиваться от одной базовой нитки если мы берем тюлип я тюлипом вижу ирландское кружево почему нет да он блестит и он очень фактурный он очень крепкий мотив а из этой нитки это на бурдоне мотив моя серебряная линия трансформирована измененная распустившиеся это мотив есть во всех наших журналах везде да он к такой известный я его изменила мой но но делала из него платье серебряные лилия на кокетке и были вот такие вот такие узоры переходящие в изменение на меньший мотив вот еще не шей мотив то есть если сборку так смотреть но после лица обязательно делала первые образцы для того чтобы понимание было например нравится и дальше уже пошло на уменьшение и раскладывание композиции мне понравился на манекене композиция раскладывать это очень удобно на самом деле на себя ты выкладываешь это на плоскости не выложишь на плоскости это плоско здесь у нас идет переход шея грудь животик и нам нужно всегда вот эти наши формы учитывать при выкладывании мотива при выкладывании композиции вот это я заговорила про толстенькую ниточку чулипа кажется 500 на 500 на 100 такая толщина пряжи на маркировках всегда есть вот здесь вот толщина пряжи и подпор крючков ну и я перехожу к самому самому любимому самой любимой ниточки которые я открыла для себя для себя и открываю для вас для всех я не видела чтобы ирландское кружево вязали машинами нитками отбрик сильный идет сейчас я попробую другой белая очень сильно блестает я не видела чтобы ирландское кружево вязали машинами нитками для вышивания это вискозный шелк гамма китайский есть еще японский так далее то есть выбирайте вот для машины выше 5000 на 100 5000 толщина ниточки рабочим на 100 я ее вижу в три сложения любимый изумрудный малахитовое мое вдохновение кстати вот эти мотивы это из коллекции малахит и что можно увидеть вот такая ниточка сама по себе я ее беру в три сложения сложение ниток из одной бобины в 3 очень легкая я вам постоянно видео это показываю как она продлевается вот 2 в 2 ниточки складываем потом в 3 здесь вот петля и потом через эту петлю идет продолжение вот видите я так и продолжаем вот такой мастер-класс получился про по продвижению продолжение нитки с одной бобины 3 сложения 3 вот но мы с вами будем вязать в основном наши мотивы на бурдоне почему на бурдоне потому что они фактурные а когда мы вяжем просто цветок цветок так цветок 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 нет я возьму листик да просто листик не на бордоне он мягкий именно из вискозного шелка он мягкий если из хлопка то плотный но но не фактурный а теперь посмотрите из того же вискозного шелка из портоном насколько фактурность хороша да и насколько сейчас еще и вот и насколько плотность и прочность мотива усилилась так но наш новичок наш новичок это из венецианского кружева из блока новейный за два дня вот что посмотрите ну как красиво на черном фоне например да если вдруг у вас возникнет желание связать воротничок или манжеты чтобы этот мотив играл на вашем платье волос черный поэтому показываю контраст в чем еще преимущество таких мотивов они безотрывно вяжутся вот у меня еще будет очень много обращено к этому внимание безотрывное вязание также вот мотив поисли то есть мы можем сположить и в разные вариации композиции но он плотный вот сеточка настолько тоненькая настолько рыхлая вроде бы кажется да вот вот она без бурдона вот она без бурдона но только добавляется бурдон все мы видим стабильность нашего мотива воздушной стабильность однозначно эти все мотивы они пробники это все пробники это с первой руки это с самого начала начинается вязание и все и вот заканчивается вот таким этим то есть повторы я повторяю все 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 мотивы только после пробника я их срисовываю ей сохраняю на мотив сохраняю смотрю на него и только глядя на него потом провторы поэтому вам будет облегченный вариант вы будете уже сразу по готовому видео вязать не теряя время на поиске на проработке на творческие муки сладкие творческие муки вот такие мотивы создавать но они заразительные эти творческие муки это я вам гарантирую как только начинаешь понимать как происходит как происходит процесс как происходит алгоритм формирование и создание этого мотива вы начинаете сами включать этот процесс тяните его за одну ниточку и у вас все свое получается то что это мое самое большое желание самое большое желание чтобы у вас ваша роза и эта ниточка распустилась раскрылась и вы как из не исчерпаемого источника все доставали доставали новенькое формировали новые создавали вот как еще вот одну ниточку хочу я вам показать это шелк вот это у меня шелк в бирюзовом цвете потому что у меня есть жакет шанель и я к нему делаю воротничок стиле ирландского кружева это шелковая нитка она тоже блестит но у него блеск своеобразной в зависимости от того как где раскручивался кокон первые первые нитки из кокона раскручу из кокона когда раскручиваются они самые блестящие самые фактурные и они имеют трехгранную структуру вот блеск шелковый то есть он называется глянцевый у меня улетел в италию вместе с жакетом шанель такой вот воротник винтажный и если смотреть вот на колечко то с блеском покажу сейчас шелк на бобине который не глянцевый он считается средний это вот из кокона раскручивается уже следующее следующий слой ниточек и он становится вот в таком не фактурном он немножечко у него есть вот баха такая вот пушистость вот чуть-чуть есть но когда ирландской кружева вяжем до когда мотивы вяжем тут я бы сказала больше венецианских линий но пока от меня отношу его к ирландскому когда мы его увяжем уплотняем ниточку очень сильно уплотняем при вязании пушистость уходит и мотив вот такой ровненький и мягкость рукавистость но шелк есть шок все знаем шелк не тянется в ирландском кружевы шелк не тянется почему те боятся шелк потому что он имеет свойство растяжения в ирландском кружеве он не растягивается все это уже после вт о на бурдоне после того как утюг прикоснулся к нему температурой шелка и такой он стабильный фактурный так вот еще мотив такой более волнистый и я из шелка связала в сеточку где будет держаться наш наши мотивы отдельный блок будет вернее не блок а отдельная тема будет в ирландском кружеве это завитки завитки вот они у меня разных ниточек но естественно это шелк кто вязал завитки тут знает что такое сделать цветок стабильным фактурным вот это вискозный шелк мы тогда вы то были у меня девочки они вязали они сейчас есть виз начну начинает вязать и вот 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 видит вот такой вот корявенький я в специальном вам показ почему он такой корявенький потому что он довод его нету здесь еще утюга нет у него не зафиксирована еще форма поэтому вы видите и когда связали вот именно вот такой как только мы делаем это мы форму ему сразу наш мотив но это с вискозным шелком и с шелком также том числе и с тюлипом когда мы вы зафиксировали закрепили все у него стабильная форма все а дальше мы его наше изделие примеряем и уже формируем композицию хлопок фактурный и стабильный после вязания если даже в этого вы применили то выравнивают краешек там серединка некоторая часть мотива выравнивается то есть утюгом формуете но хлопок у меня отца вот смотрите вот он у меня держал шкатулочки мои и снялся мясо а вискозный шелк и тюлип после формовки всем они стабильные ничего с ними не происходит даже если они вот полежали мои мотивы в шкатулке то я их когда рукой провела все они ровненькие так еще и шелка вот я вязала у меня синий темно-синий шелк на бордоне тоже очень стабильная очень стабильный мотив никуда не меняет свою фактуру хочу вам показать еще на чем держался вот я показала сеточки да я обязательно делаю образцы сеточек то есть мы мотив можем прикреплять к сеточки сверху можем связывать сеточку на изнанке на изнаночной стороне на двурядной сетки с пико я прикрепляю мотивы сверху есть про канты мы поговорим это будет отдельный блок ну например мне вот нравится такой кант которому можем сразу прикрепить мотив и он уже будет являться элементом декора той или иной композиции мой моя находка это филейная сетка обвязана бурдоном вот такой кант то есть это к теме кантов то есть он будет таким тоже фактурным очень красивым можно и на жакет и на жилет и на блузку и на кант вашего например воротничка стилистические композиции можем выбирать разные то есть все зависит будет от центрального мотива тема колечек обязательно будет это будет самый первый урок у нас колечки почему потому что мы здесь набиваем руку мы нарабатываем мы формируем правильное расположение столбиков без накида и положение крючка мы мы адаптируем наши руки к тонкому вязанию будет видео из интенсива винтажный воротник там будет небольшие также пояснение по расположению композиции будет вам помощь поэтому смотрите внимательно берите себе на заметку разные 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 полезности на бурдоне можно еще вот такую композицию о вернее мотив связать уже используя например ход столбиков без накида за заднюю полупетлю за переднюю полупетлю вот такой композицию винтажный танцующий венок у меня в большом есть размере в инстаграм можете посмотреть маленьком я вот вам здесь показываю где-то у меня с моей композицией на блузке прикрепленный это уже второй вариант первый вариант носит заказчица увидели до посмотрели так если говорить о колечках то вам лучше колечки связать с разных ниточек вот которыми вы будете вязать это вискозный шелк обычный шелк черная нитка это обычный шелк и хлопок вы посмотрите хлопок вот такого колечка не довязанная да вот она внутрь серединка но он имеет место быть почему нет у нас вот бывают такие фактурные вкрапления да например в кокетку воротник и сейчас я переверну камеру для того чтобы вы посмотрели на мой стол и обратили внимание сколько мы должны с вами осилить наших мотивов связать наши мотивы что у меня на столе должно быть это обязательно крючки я покажу затем ножницы затем я сейчас подготавливаю стопом что и мотива вам показывала и они мне немножко раз болтали здесь на столе вот это все мотивы которые мы с вами свяжем однозначно осилим мы их это сеточки такие это вот маленькие мотивы которые нам нужно будет крючки обязательно крючки я всем вам говорила какие нужны крючки ну вот ниточки что хочу сказать про нитки бурдон и цвет ниток должны быть в одной цветовой гамме вот постараюсь еще связать из люрекса показать вам потому что ну иногда бывает нам хочется добавить некоторого блеска так но вот эти мотивы вы все видели я вам всех показала презентовал обязательно должен быть круглогубцы это мы будем прятать ниточки такие ножнички ручка карандаш и для того чтобы колечко формировать я вот кисточку взяла вот мотивы будут с градации цвета цветовую гамму который вы подберете мы будем формировать наши красивые мотивы монохром будет обязательно ну и однозначно вот почему здесь вот ниточки такие это все образцы образцы сеточек и гусеничка наборный ряд то есть откуда морг к чему можно привязывать значит прикреплять наши мотивы то есть это стартовый такие будут показания я вам буду показывать как на старте можно крепиться мотивами к таким таким интересным фактурным шнурам вот что еще могу вам сказать вот показать это я вам принципе уже рассказала ну вот такой нас ждет блок осилим я надеюсь мы каждый мотив проработаем на мотив я вам дам примерно два дня то есть мы сначала я сначала изучу ваш темп и затем мы с вами определимся сколько мотивов в неделю вам давать в среднем даю 223 дня на мотив вот бобины ниточки люблю потому что тут не теряется и не до хлопок вот я из него вязала мотивы физского сна поэтому все пробуем все стараемся и чем тоньше нитка тем интереснее и фактурные мотив все поэтому всем нам удачи легких петелек и я очень очень рада что вы пришли на курс и будете получать огромное удовольствие от вязания всех новых новинок мотивов